Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Все мы начинаем со расследования правилами. Когда мы становимся более спонтанными в служении, то мы уже сможем быть более спонтанными в своем преданном служении. Прабхупа дает пример, он сказал, что когда мы новички, мы нужны новички, чтобы утром проснуться до четырех, нам нужен будильник. Но когда вы уже поднимаетесь на уровень спонтанности, вы сами на себе просыпаетесь без будильника утром. Спонтанность, естественно, означает, что вам уже не нужно говорить, что нужно повторять Харе Кришна. Итак, чтобы зайти на этот уровень спонтанности, сначала нужно следовать различным правилам и предписаниям. Например, вот здесь в нашем центре у нас есть регулярные утренние и вечерние программы, поклонение Божествам идет. Вся эта деятельность предназначена для того, чтобы занять нас в предном служении Кришне. И хотя осознание Кришны находится естественным образом в сердце каждого, тем не менее его нужно возродить, пробудить через слушание Кришны. Поэтому мы начинаем с того, что мы слушаем от предных и также задаем им вопросы. В этом знаменитом стихе из Бхагавад-гиты 4.34 Кришна говорит, что постарайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. То есть в этом стихе Кришна описывает, как обратиться нужно к духовному учителю правильному. Прежде всего мы должны вручить себя Ему в смиренном состоянии. И во-вторых, мы должны спрашивать. И эти вопросы должны быть связаны с абсолютной истиной. И затем мы должны служить. То есть предное служение является наукой, в которой излагается, какому процессу нужно следовать, чтобы возродить себе сознание Кришны. В книге «Нектар Превности» Шрилу Прабхупад пишет, что он создает самарийный исследование Рупа Госвами. И вот в этой известной книге, Шрилу Прабхупады «Нектар Превности», который является его кратким изложением к книге Шрилу Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху, приводится 64 составляющих преданного служения. И пять из них связаны с духовным учителем. Вы, прежде всего, должны обратиться к духовным учителям. Вы должны вопрошать у него. Вы должны служить духовным учителем. Вы должны принять у него убежище, посвящение. Должны сначала найти убежище у него, и затем получить уже посвящение формально. Есть три вида духовных учителей. Первый – это Вармапрадакша Гуру, тот, кто указывает вам путь духовного прогресса. Например, у вас может быть друг, который вам или книгу дал, или как-то своими словами вдохновил вас посетить храм, в процессу, или вам еще какие-то атрибуты, связанные с Кришной. То есть, он вам указал путь сознания Кришны. Вот такой человек называется Вармапрадакша Гуру, тот, кто указывает путь. Затем, второй вид Гуру – это Шикша Гуру, тот, кто дает наступления к Кришне. Это наставление, как бы проливает свет на этот путь сознания Кришны. И есть Дикша Гуру – это тот, кто дает вам посвящение. Итак, первый – это Вармапрадакша Гуру, потом Шикша Гуру, наставляющий премьер. Now, we can have many Шикша Гуру. And our line of discipline succession is based on Шикша. И вся наша цель ученической преемственности основана на Шикше, на наставлениях. Джаганатас Бабаджи was not the Dikша Гуру of Bhaktivinoda Thakura. Например, Джаганатас Бабаджи, Махарадж, не был Dikша Гуру, Шива Bhaktivinoda Thakura. And similarly, Bhaktivinoda Thakura was not the Dikша Гуру of Gaurakishore Dasa Bhabadjji. But their connection is with Shiksha. So, we are encouraged to take instruction to get Shiksha from as many people as possible. So, we are encouraged to take instruction to get Shiksha from as many people as possible. There are many senior devotees who come and visit here and some also residing here. We should take instruction, we should hear from them regularly. Then we have to select someone to give us initiation. Now, usually the person who gives us most instruction will go on to become the Dikshya Guru. But sometimes, the people who are giving us instruction may not be accepting disciples. And so, in such a situation, then you have to search out somebody who is able, who is willing to give you initiation. We may say, well, if I am already getting instruction from someone, why do I have to be initiated? But initiation is required. It's part of the process. Just like Lord Chaitanya took initiation from Ishvara Puri. And same way, Srila Prabhupada took initiation from his spiritual master Bhaktisiddhanta Sarasvati. Because initiation is where we make a formal vow to faithfully follow the process of Krishna consciousness. Without initiation, you may chant one day, another day you say, well, I am not initiated, it doesn't matter. So much. I follow strictly one day, but another day, well, you know, I am not initiated, it doesn't matter so much. But with initiation it becomes very serious, it's a commitment to follow. But with initiation it becomes very serious, it's a commitment to follow. Because we are making a vow in front of the sacred fire. The sacred fire represents Lord Vishnu. And we are making a vow in the presence of all the devotees. And also the devotees. So it's a serious responsibility. If we make a vow and make a promise to do something, and then we don't do it, then we get some reaction. The devotees get reactions and the Guru also gets some reaction. So it's a serious responsibility. So therefore, before we give initiation, devotees have to first prepare for initiation. There are activities by which we can purify ourselves, so that we can become properly prepared for initiation. Just like Sanatana Goswami, he was born in a Brahmin family, but he had become a Muslim. Then he wanted to go away from the Muslim and he wanted to go back and be a devotee and follow Lord Chaitanya. And so he had to perform certain activities to purify himself. for healing itself. So for healing himself. For healing the deity. For healing the deity. For healing the Holy Name. He also would perform a fire sacrifice. Он также совершал огненные жертвоприношения, и Он подносил какие-то подношения этому огню. Он также кормил браманов, и так Он очищал Своё существование для того, чтобы быть полностью готовым к принятию сознания Кришны. Когда я присоединился к движению сознания Кришны, мне было всего 21 год. И я живу в центре, в храме Кришны, в храме. И был полностью занят каждый день в служении Кришны. Я был занят в воспевании, в распространении книг, в приготовлении пищи для божеств, в уборке храма. И это продолжалось несколько месяцев. Затем Шрила Прабхата приехал в наш центр, и мы все получили посвящение. Поскольку было понятно, что мы живем в прами Харе Кришна, живем такой аскетической, аскетической, монастырской жизнью. И мы все рано ложимся, рано встаем, поэтому у нас все хорошо. Но сейчас ситуация может быть другой, люди могут не жить в храме, жить где-то дома, у них работа, непонятно как они живут, как у них жизнь протекает. Поэтому так быстро они получать посвящение не могут, по этим причинам. Потому что часто они могут только раз в неделю в храм себе позволить прийти. И мы не знаем, чем они дома занимаются, какой уровень их преданного служения. Конечно, кто-то и дома может строго всему следовать, поклоняться божествам домашним, изучать Писание, всю пищу свою предлагать божествам. Но мы же не знаем, тем не менее, от всех и каждого, чем они живут, не так просто это понять. Поэтому мы просим людей регулярно прийти в храм. И также у нас есть курсы, и мы ожидаем от преданных, что они будут их проходить. Заметьте, например, курс учеников ИСКОН, который должен пройти каждый преданный. Даже если вы уже получили посвящение, но не прошли этот курс, то вам рекомендуется настоятельно его пройти и понять каждый момент, о котором там говорится. Скоро Сингвишвара Прабху даст этот курс в очередной раз. И мы приглашаем всех, которые учатся, которые учатся, 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 и мы вдохновляем всех вас, призываем пройти его. Каждый, кто пройдет этот курс, получит сертификат, что он прошел его. И этот сертификат важен, потому что в будущем вы можете получить посвящение, поэтому ваша духовная учащая хочет узнать, как вы учатся на курсе. Кулушеикар Прабху. Ты прошел курс учеников? Да, скоротификат. Выошли это? Секунду опять. Ты готов tens 머гардин? Bildе на связи. Секунду есть много интересных на курсе, что импортigorостные, lacko и необходимо понять. И в этом курсе множество важных вещей, которые вы должны понять и запомнить. Итак, в этом курсе есть два инициации. Первая — это Харинама инициация. Первая — это Харинама, инициация. Подосвещение человеку в воспевании святого имени. И вторая — это мантра, инициация, когда вам дают мантру Гайатри, чтобы вы ее повторили. Из этих двух посвящений, первое считается более важным, поскольку оно приводит к вас к лодосным тапам Кришны. The chanting of the Holy Name will bring us to the lotus feet of Krishna. That is the perfection of our chanting. Ибо воспевание святого имени приведет вас к лодосным тапам Кришны. The second initiation, Гайатри-мантра, qualifies one to worship the deity properly, and also to perform the sacred fire sacrifice. А второе посвящение позволит вам, Гайатри-мантра, позволит вам поклоняться божествам, по всем правилам, и также проводить огненные житвы-повышения. Those who are second initiated are expected to be learned in the Shastra, and sometimes they may be asked to speak and give classes. But the first initiation is the most important, and in the first initiation we want devotees to understand the importance of chanting the Holy Name without offense. There are ten offenses in the chanting. The first offense is to blaspheme devotees who have dedicated their life to propagating the Holy Name. Ибо при воспевании святого имени можно совершить десять оскорблений. И первое оскорбление — это оскорблять и критиковать преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. This is a very serious offense, because if we blaspheme devotees, then we can uproot the creeper of devotion, we can damage our creeper of devotion, and can take us away from Krishna consciousness. It is sometimes called the mad elephant offense. Его иногда называют оскорблением бешеного слона. Just like an elephant comes into the garden, it will destroy everything. Если бешеный слон попадает в сад, то он там все растопчет. So this is the age of Kali. Age of Kali is symptomized by quarrel and argument that people find it difficult to work cooperatively and easily argue with each other over small things. And when we start arguing with each other, then we become offensive to each other, and in this way we ruin all of our devotional service. And, as usual, when we start arguing with each other, then we start arguing with each other, and so we break down the rest of the predatory services. Therefore, we require that before people are initiated into Krishna consciousness, they have to get along, they have to be able to work with other devotees, they have to be able to cooperate with each other. We get some people who come, and all they do is argue and fight with each other, and they just disturb everyone. So such people don't help to create a nice Krishna conscious atmosphere. The second defense is to consider names of demigods, like Lord Shiva and Lord Brahma, to be equal to and independent of the name of Lord Vishnu. So, if we chant the names of the demigods, it's not the same as chanting the name of the Supreme Lord Krishna. In Srimad Bhagavatam, we read about Narada Muni. He was chanting the names of the demigods, joking, and he was cursed by the Prajapathis to become a Sudra. So, we should be very careful, we should not joke when chanting the holy name, and we should understand the supreme potency of the name of Lord Krishna. There are one thousand names of Lord Vishnu, and these one thousand names of Lord Vishnu is equal to once chanting the name of Ram. And three names of Lord Rama is equal to once chanting the name of Krishna. So, the holy name of Lord Krishna is supremely powerful. The third defense is to disobey the order of the spiritual teacher. We accept the spiritual teacher. We are required to follow the instructions. And the most important instruction is to chant every day at least sixteen rounds. If one is not able to complete the chanting of sixteen rounds in a day, then they are considered to be in a disease condition. If one is not able to complete the chanting of sixteen rounds in a day, then they are in a disease condition. To chant sixteen rounds a day does not take a long time, many people chant in two hours. And every day there are twenty-four hours. You get so many hours for sleeping, so many hours for eating, so many hours for talking, so two hours for chanting. If we are not completing our chanting in a day, then we are disobeying the order of the spiritual master. The fourth offense is to blaspheme Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. We should never criticize any revealed scripture. We should never criticize any revealed scripture. Even you may feel, well, the scripture is not about Krishna, so I don't need to, so it doesn't matter if I criticize. No, if it's a scripture, it's given to us by the Lord. And it may not be meant for devotees, but it's meant for people who are not able to take up devotion. We should never be of a tradition. We should not think about Krishna. We should not think about Krishna. Well, we should not understand that even those prayers are not intended to be predated by Krishna, but they are given to God for people who are not able to take up devotion to Krishna. И так же к этому же оскорблению относятся, если вы регулярно не изучаете книги. Многие люди просто у них на полочках книги стоят, они их не читают. У них такая библиотека неплохо выглядящая, но при этом они их не читают. От предных ожидаются, что они будут читать регулярно. А если не читаете, то по крайней мере старайтесь, стремитесь слушать. Сейчас в интернете множество замечательных лекций можно найти. И так же уже многие книги начитанные можно слушать. Пять оскорблений считать, что слава воспеваемого святого имени является преувеличением воображения. Например, говорится, что единожды произнесенное святое имя Кришны может разрушить все ваши грехи. И вы можете подумать, ну, это что-то слишком преувеличенное, я в это не верю. Это возможно, но мы должны ченить Святое Имя чисто. Когда мы ченим Святое Имя чисто, то огромный мощь будет там. И этот мощь может разрушить все грехи. Это возможно, просто для этого нужно воспеть Святое Имя, разнести его чисто. И вот чистое Святое Имя обладает таким могуществом, что оно разрушает абсолютно все грехи. То есть нужно понять, что есть разного рода, разного качества воспевания. Есть воспевание с оскорблениями, есть воспевание на стадии попыток очиститься от этих оскорблений и есть чистое воспевание. Оскорбительное воспевание – это когда вы даже и не думаете об оскорблениях, вы воспеваете как хотите и даже не заморачивайтесь по этому поводу. Но уже воспевание очистительное, когда вы знаете об оскорблениях и стараетесь от них освободиться. А чистое же сознание Кришны возможно только на стадии совершенного сознания Кришны. Когда вы осознали, поняли то, что имя Кришны не отличается от Него самого. Шестое оскорбление – давать собственное толкование Святого Имени. Вот пример такого толкования Святого Имени следующий. Одно из значений слово Кришна – черный. И черный означает непонятный, мистический. Мистический означает непостижимый. И, соответственно, Кришна означает тот, кого невозможно понять. Вот так вы приходите к такому выводу. Есть история. Одна женщина сказала мужу – иди сходи на рынок, купи ги топленое масло, я тебе сегодня приготовлю пури. Такие лепешки, выражательные в масле на ужин. И вот на рынке уже он услышал следующую рекламу, один продавец кричал, мое масло какое-то, оно такое же хорошее, как и ги. И этот мужчина подумал – о, раз он такой же хорошее, так возьму его вместо ги. But then, before he could buy the oil, he heard somebody else say – my oil is as clear as water. А перед тем, как покупать это масло, он услышал другую рекламу – мое масло такое же чистое, как вода прозрачная. So he thought – let me get water, why I should bother oil? So he brought water home, gave his wife, his wife said – how can I fire you puris and water? That's what happens when you try to interpret the holy name of Krishna. Вот в таком духе что-то случается, когда вы пытаетесь сами понять, давать толкование, какие-то собственные измышления о Святом Имени. You won't get any puris. Никакой бури у вас не получится. The seventh offense is to commit sinful activities in the strength of chanting. Седьмым оскорблением является совершать греховные поступки, надеясь на очистительную силу Святого Имени. This is like building a fire and then pouring water on the fire. You do devotional service and then you do sinful activity. Oh, tonight there's a party, I'll go to party, I'll do some bad things, I'll eat some bad things. Anyway, I'll chant more runs tomorrow. So that kind of chanting will not help us with progress. It is like the bathing of the elephant. Elephants have the habit, they like to get nice and clean. You know, the man taking care of the elephant, he will scrub it clean, nice and make it very nice and clean. As soon as it gets nice and clean, the elephant will come and roll in the dust. So some people also do like that. They chant the holy name, they do sinful activities. So the eighth offense is to consider chanting Hare Krishna to be one of the auspicious ritualistic activities offered in Vedas of Karmakanda. They may think chanting Hare Krishna will bring me good luck, I'll get a lucky number, I'll win the lottery, I'll make money, I'll go to casino, I'll win the money. So this is not pure chanting. If we are chanting Hare Krishna just to get material benefit, then this is not pure chanting. The ninth offense is to instruct the glory of the holy name to faithless persons. Now, this should be understood that we can chant the holy name and we can ask people everywhere to chant the holy name. Regularly we go to the train station outside the train station and we are sitting there and chanting the holy name. And there are many people who are not devotees. But we are not committing any offense. Rather, we are giving everyone mercy because they are hearing the holy name. But we are not instructing them about the glory of the holy name. Now, some things we can instruct them, we can tell them, for example, you are not the body, you are a soul. We want to awaken people to understand who they are. We want to awaken people to understand who they are. If we can impress upon people, that you are not the body, then that's a big start, that's a big improvement from general consciousness. And then we can also talk to people about how difficult it is to control the mind and the senses. Yes, it's difficult to control the mind and the senses. It's not an easy thing to have peace of mind and to control the senses. But chanting Hare Krishna helps us to awaken that consciousness that we can control the mind, we can develop peace of mind. So we explain to people some basic teachings of the Bhagavad-gita and at the same time we want them to understand how nice it is to chant the holy name and how powerful it can be. So gradually people awaken faith in the holy name. The more they chant, the more they develop faith in the holy name. The more they chant, the more they develop faith in the holy name. But we don't want to tell everything too quickly to people. Not people, first of all, chant. In the beginning two things are very important. One is the chanting of the holy name and the other is Prasada. When people develop a little attraction and attachment to these things, then they become qualified to be a good devotee. Then the tenth offense is not to have complete faith in chanting and to maintain material attachment, even after receiving many instructions in the matter. So we may be trying to make advancement, but at the same time we are holding on to material things. We don't want to let go of the material things to progress. We can try to make progress in the spiritual life, but at the same time we hold on to material attachments. They don't allow us to progress. Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada gave the example about people getting into the boat. And the man was rowing the boat the whole night. Because the next morning they had to cross the river to go to the wedding. But when they woke up in the morning they saw the boat was in the same place. The man had been rowing the boat all night, but the boat was in the same place. The boat was still tied to the side of the river. So the same way we are trying to hold on to the material at the same time we want the spiritual, but we don't want to give up the material. You can't do it. 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 И так же оскорблением является невнимательное повторение Харе Кришна, которое может породить все вышеназванные оскорбления. Мы должны учиться учиться с концентрацией, с вниманием. Например, хорошим местом для воспевания является алтарная комната в храме, и в любое время можно воспевать, но самым лучшим считаются утренние часы. Утром каждый день здесь проходят программы, предные по утрам воспевают. Можно воспользоваться такой возможностью, хорошее место для воспевания. Конечно, в любое время можете воспевать, но безусловно легче воспевать утром. Итак, вот это были десять оскорблений. Девотеи, когда принимают инвестиции, они должны обещать следовать четырем регулирующим принципам. Эти четыре принципы относятся в Священных Писаниях. Это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. И человек должен им исследовать, например, он должен быть вегетарианцем, то есть не употреблять пищу мяса, рыбу и яйца. Предные Кришны – вегетарианцы, поскольку сам Кришна – вегетарианец. И так же мы едим лук и чеснок. Кто-то может возразить, а в чем проблема-то с луком и чесноком? Это же не мясо. Ну, лук и чеснок – это очень пасшиная еда, и они увеличивают страстность в теле. Мы уже имеем много пасши и пасши в теле. И когда мы едим лук и чеснок, они увеличивают. Проблема в том с ними, что они относятся к страстной пище. У нас и так уже вожделение полно. А когда мы едим лук и чеснок, они вот эту страсть вожделения в теле еще больше увеличивают, разжигают. Поэтому важно быть вегетарианцем. Вы можете возразить, но ведь овощи тоже живые. Да, но тем не менее они отличаются от живых животных. Так же можно возразить мясоедам, сказать, вы вот животных едите, но вы же людей же не едите живых. Кто-нибудь съел человека когда-нибудь? Никто? А почему нет? Поскольку люди, в свою очередь, от животных отличаются. Точно так же животные отличаются от овощей, фруктов, растений. То есть как раз овощи и фрукты – это подходящая, предназначенная для людей пища. Нам не нужно никого убивать для пропитания животных. Итак, предназначенные дают такие обеты – не буду больше есть мясо, рыбу, яйца. А также не буду принимать одурманивающих веществ. Мы можем видеть множество объединенных по-разному людей. Кто-то наркотики какие-то употребляет, кто-то пиво пьет. А кто-то объединен своей гордостью. Это тоже объединение – быть очень гордым. Такого рода объединение тоже нужно оставить, нужно быть очень смиренным. Так же принципом является не участвовать в азартных играх. Азарт считается такое состояние, когда мы хотим обрести больше, чем у нас уже есть. И так же это трата ценного человеческого времени. Пустая трата. А четвертое оскорбление, четвертый принцип – это незаконные половые отношения. Можно создать брак и заводить сознающих Кришну детей. Нам нравятся дети. Мы любим детей. Это же будущие преданные. Мы хотим, чтобы люди в будущем становились преданными. Сознание Кришны предназначено для людей всех возрастов. Вот эти четыре принципа, которые мы просим от тех, кто получает посвящение, чтобы они им следовали. Так что вы поставили к правопаду. Прабхад хочет посвящение. Правопада хочет посвящение. Как главный Пуджари сказал? Я у него спросил. Нет, у Деглила. А где она? А? Мы имели Пуджари. Пожалуйста. Ну, можете опять открыть Пуджари? Возьмите его? Можете разбудить опять Парабаном? Мы слышали это уже. Аминь! Аминь! Да. Потому что обычно, когда мы даем инициативу, мы должны идти к Прабхабаду и предложить обеспечения. Обычно при посвящении нужно Прабхабаде предложить свои поклоны. Мы же посвящение получаем в движении Прабхабады. Прабхабад. 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 Итак, сейчас мы вручим четки и дадим имя. Сергей Прабхабад, придите к Прабхабаду, подойдите к Прабхабаде и поднесите ему свои поклоны. Это наш всеми любимый, уважаемый Сергей Прабхабад. Он уже с девяностых годов является предным, очень смиренный, очень добрый, очень безотказный. Несмотря на то, что он постоянно, как и все нормальные люди, работает. Вот у него семья, дети. Но он регулярно приходит в рам, слушает, выполняет любое служение. В частности, он любит готовить воскресные, праздники на кухне. Вот. И еще как-то… Какое еще служение, Сергей? Ну, в общем… По храму разное служение. По храму разное служение. То есть, про него любят и знают хорошо. Здесь Хабаровский, кто давно. И также он посвятил несколько раз святые места уже Дхаму, да? Сколько раз? Ну, я спросил, какие четыре принципы? Хорошо. Справа, да. Нужно… А сейчас… Поклон с правой же стороны? Поклон, да, вот так. Живому духовному учителю по левому палец. По правому палец. По правому палец. По правому палец. Просто… Дандават, Эмилен… Да, сейчас… Относите поклоны. И потом Сергей произнесет… Четыре принципа назовет, которым он обещает следовать всю свою жизнь. Окей, ask him, what are the four principles? Каким регулирующим четырем принципам обещаете следовать? Обещаю исследовать четырем регулирующим принципам. Не есть мясо, не употреблять интоксикации, не участвовать в азартных играх, не заниматься незаконным сексом и повторять умение 16 кругов. Не, не, четыре принципа. Все назвали? Интоксикация, азартные игры, не употреблять мясо, не употреблять мясо, не употреблять мясо, а рыбу, яйца, мясо, интоксикация, азартные игры, не законы сексом. И каждый день? И что еще каждый день обещаете делать? Не менее 16 кругов, повторяемся. Вы назвали? Итак, Твой имя Северный Гристиан, который называется? Северная Гристиан. 2. 2. 3. 2. Итак, Шивананда был великим предным Господом Читании. Каждый год предные отправлялись на Радхайатру из Бенгали в Джаганатхапури. И Шивананда Сен отвечал за всю эту группу. Он заботился в этом путешествии о преданных. Однажды даже собака увязалась за преданными и Шивананда Сена заботился о ней и каждый день кормил ее. Он очень дорог Господу Читании. У него также был один сын и Господь Читания дал ему имя. У него был сын, Пуридас. И Господь Читания сказал этому маленькому, повторяй, Харе Кришна. И Мальчик не повторял. И Господь Читания не старался побудить его воспевать, Мальчик не повторял. И Господь Читания сказал, «Я готовил весь мир в джунглях, а вот этот маленький мальчик не может, не могу его вдохновить». Но несколько дней после того, он встретил его маленький мальчик и сказал, «А ты можешь какую-нибудь поэзию во славу Кришны произнести?» И этот маленький мальчик произнес какую-то поэму, описывающую красоту Кришны. Итак, Шивананда Сана был замечательным преданным и все члены его семьи были преданными. Мальчик – Дарраганда Сана был мечтанен в джунглях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok